Всем привет, девочки мои! Решила сегодня начать видео со своего нового уголка. И мне нравится прямо, как этот фон тут весь выглядит, и диванчик, и все. И даже вазочка нашла тут свое место. А то она у меня там в шкафчике лежала, где-то не видно было. Правда, нужно здесь пополнить еще груши, виноград, вот, чтобы ваза была полная, разноцветными фруктами. Вот, ну, а куда я сейчас собираюсь? Как я вам говорила в предыдущем видео, собираюсь я к дочке ехать. Сегодня я вечером отпускаю ее в театр на спектакль, и с Денечкой я буду вместе вечер проводить. Кто не видел, кстати говоря, мой новый уголок, мне вчера его привезли, привезли не вчера, чуть раньше, вчера собрали. И если кого-то интересует этот уголок, то все параметры, размеры я тут уже мерила, и все параметры дала. В общем, уголком довольна, немножко непривычно, и утром проснулась, смотрю, вот этот уголочек такой стоит, как будто как в музее, знаете, мебель. А мне хочется с него пылинки сдувать, а на самом деле надо здесь сидеть и пользоваться. Хотя сегодня Наташа ко мне заходила, и вот она сразу зашла, раз, и приселась сюда. Уже теперь у меня гости знают, а то не знают, куда присесть обычно, а тут уже знают, что вот как раз место для гостей, прекрасное местечко. В общем, короче говоря, уголочком я довольна, все мне нравится. Сейчас поглядываю на телевизор, а там я громкость убрала, а там идет прямой эфир, дочка там с Кристиной. Я случайно попала, в YouTube смотрела, как раз случайно попала на прямой эфир. Громкость сейчас убрала, и они смотрят в экран, а мне кажется, что они смотрят на меня, и дочка меня сейчас как раз ждет, мы с ней уже списались, что сейчас уже я приеду, она пойдет Денечку заберет, и буду я с Деней, в общем, вечер проводить. Что мы будем с ним делать, я не знаю, будет ли мне что-то там снять, или он мне не даст ничего снять, этого я не знаю. Но если что-то будет интересное, конечно, вы увидите. В общем, все, девочки, собираюсь, я иду. Ну, напишите, кстати говоря, как вам нравится ли, если я буду вещать из этого угла, нравится ли вот этот вот фон, как бы на этом фоне. Но мне, например, нравится. Я думаю, неплохо так все это выглядит. Ну, все, побежала, одеваюсь, я и пошла. Скоро девочки будут прощаться. Я ищенку они уже покушали. Доча волосики уже подкрутила. И сейчас она уже скоро в садик побежит. Ну, и я побежала тоже. Девочки, видео начала с лифта. Последний раз, когда здесь была, зеркало было закрытым еще. Все, я приехала. Милочка, кошечка моя. Ну, давай я одену тогда эти, мы будем с тобой одного роста. Пока там мамочка примеряет, то-то одеть, то-то, не знает, что одеть, да? Кулашечка. Да. А вот крестик. Привет. Привет. Мы идем в театр. Они в театр идут, да. Слышь, ты можешь ботинки оденешь? Все, одевайтесь. Милочка, тебя на бабушку оставили. И ты уже сразу за мамочкой стала скучать, да? Маленькая. Ты маленькая кисочка. Ты киська маленькая. О, девки надуханились. Пошли за Денечкой в садик. Я тут решила проветрить пока. Лапку мне дай. Дай лапочку, дай. Вот, вот так. Ну, не кусайся. Не кусайся, милка, нельзя. Решила проветрить пока. Пооткрывала чуть-чуть ей форточки. Пусть чуть-чуть проветрится. А то у нее тут батареи включены. Она же мерзляка. А батареи включает. Мы с Денечкой смотрим запись мамы с Кристиной в прямом эфире. Да, Денечка? Деня у нас яблочко кушает. Что, не хочешь сниматься? Повернуть? Да, телефон. Смотри. Давай кошечку снимем. Кошечка сидит, скучает там, да? Скучает, милка? Мы смотрим маму и Кристину, да? Пылесос. Пылесос, да. Они ушли в театр, а мы вот смотрим их, чтобы нам не было скучно, да, без них. Сейчас чуть-чуть посмотрим, потом включим мультики, да, наверное? Да. Заключаю. Заключаю. Это молоко. Это молоко, да. Ты любишь молоко, да? Это 15 минут. Все, ты налил себе молоко, относи в холодильник. Это 15 минут. Да. И лимон, и лимон, и лимон. Денечка у нас решил на самокате по квартире покататься. Ну, хорошо, что не на велосипеде. Велосипед не разрешила я из балкона доставать. Ну, пусть на самокате хоть катается. Ну, раздолье. Вот, приехали. Приехали. Ну, молодец. Ну, не балуйся. Просто катайся. Бабушка мультик смотрит. А Деня что-то не смотрит мультик, да, Деня? Сейчас. Смотришь одним глазом. Хоть и Бузя мой. И как мы спим. Как она вывернулась, лежит все. Илочка маленькая, спит-то крепко. Вот так, вот так, вот по тягушечке спряталась. Солнышко садится, такой вот закат. Телесетку только смотрим, да? Скоро день укладывают уже будем. Доброе утро, девочки мои. Денечку отвели в садик. И вот девчонечки, они тут готовятся к съемкам, устанавливают свет. Пьют кофе по ходу жизни, да? Давайте я вас покажу, красотулечки мои. Все, сейчас они будут снимать, они сейчас для вас видео. Заходите на их каналы. Крис даже не знает, что ее ждет. Я ссылочку на их каналы оставлю внизу, девочки. Заходите, смотрите. Они все время что-нибудь смешное снимают. Мы все время очень познавательные видим. И познавательные? Научно-познавательные. Следим за своей речью. Правильно говорим. Да. Ну, молодцы. Правильно говорят, а я говорю неправильно. Мы и тебя научим. А я не хочу. А мы и спрашиваем. Ну все, красотуля, давайте, снимайте. Будем смотреть ваши видео. Доброе вашему дому. А это наш постоянный зритель. Милочка. Сидит, смотрит, как там девчата готовятся, да? Сидит, смотрит, наши видео смотрит. Вот такой у нас зритель. Ты моя сладкая? Ты мой зайчик? Настюля хозяечка в дочкиных шортиках, потому что ее с садика забрали. Она была в теплых штанах. Мы ей тут поменяли штаны. У Насте животик уже перестал болеть. Вроде как с садика пораньше сказали забрать. Вроде как животик болел. Но из помизанчик выпили, все прошло. Я не знаю, чем там садики занимаются. Кристинка помогает Насте что-то там рисовать. Чай пьет. Ну а Мила, вот доставку нам принесли с пятерочки. Мила тут проверяет у нас пакеты. Распаковывает. Занимается распаковкой. Сидит в кульке, ей нравится, да? Милочка. Там все? Я все там достала с пакетика? Сидит. Ну пускай сидит. Ну все, время подошло уже. День подошел к концу. И время уже идти дыню забирать. И в общем мы тут порешили, что Настя останется с дочкой. Они сейчас пойдут вместе за дыней, чуть-чуть погуляют. А потом папа уже заберет ее. А я еду домой уже сама. Так что Настя сегодня вечер проводит в общем-то с дыней, да? Все. Ну все, тогда мы уже одеваемся и выходим. Фу, девочки, я только что приехала домой. В гостях хорошо. Дома еще лучше. А дома намного лучше. И прям захожу. А у меня так хорошо, уютненько. Короче, я только почувствовала, как я очень сильно устала. Хочу отдохнуть. Настя осталась с дочкой. Ну, а мне дали возможность сегодня отдохнуть. Так что я, наверное, видео уже продолжу, может быть, либо утром, либо позже. Но пока сейчас нужно мне отдыхать. Ну вот я и отдохнула, девочки мои. Уснула я вчера очень рано. И проснулась в 2 часа ночи. В общем, сижу, пью кофе. Хотя время сейчас уже где-то без 25. Еще даже не расцвело. Но можно сказать для меня доброе утро. И для вас тоже. А сегодня у нас, девочки, 1 мая. Я хочу, кстати говоря, всех поздравить с праздником 1 мая и с праздником 2 мая будет у нас Пасха. В общем, всех поздравляю. Желаю всем хорошего настроения и самое главное здоровья. А проснулась я сегодня. Почему? Потому что у меня нос не дышит. В общем, я это пью. Противовирусные какие-то таблеточки. Ну и так. Еще лизобак. Там то все. Ну вот как-то у меня горло болело. Сейчас у меня насморк. Ну, в общем, так. Я думаю, что все равно это все пройдет. Но не обращайте внимания, если заметите, что я просто говорю, что я простывшая. А вот. Что я вам хотела сегодня сказать. Ну, у дочки, конечно, я побыла больше, чем планировала. Вчера целый день ее красила. Это вы уже увидите по краску у меня на канале. С Кристиной повидались, пообщались. И внучку мне туда сын привез. С детского сада забрал пораньше. В общем, короче говоря, внучку я там оставила. Она там, чтобы с Деней поигралась. И уже вечером ее сын заберет оттуда. В общем, короче говоря, приехала домой. И, в общем, я сейчас чувствую, что я устала за вот эти сутки, которые у дочки пробыла. Вышло у меня вчера видео. Там, где у меня собрали мебель. Там, где я рассказывала про свой уголок. В конце видео рассказывала про свой диван. Ну, коротюсенько, правда. Но я смотрю, в комментариях очень много. Мне написали, что замените диван. Кто-то предлагает кровать поставить. Кто-то предлагает диван поместить к окну. А уголок в левую сторону. Но многие пишут, замените диван. Поэтому я решила уже там, чтобы каждому подробно не объяснять. Уже я решила в видео вам тут просто рассказать, что за диван у меня стоит. На чем я сплю. Почему я выбрала именно такой диван. И почему я его не хочу менять. Ну, по крайней мере, пока. Он еще довольно-таки новый. Не так давно я его покупала. Так как у меня комната маленькая. И у меня тогда нужно было, чтобы стояли два дивана рядом. Я выбирала диван специально с узкими такими спинками. Вот такими узкими. Потому что сейчас большинство диванов продают вот с такими широкими спинками. Но, естественно, спинки занимают пространство. С широкими спинками у меня бы два дивана не стало. А вот два дивана с узкими спинками стало. Я искала специально диван с такими узенькими спиночками. И еще я искала диван для того, чтобы там была довольно жесткая поверхность. Ровная, без всяких вот этих вот. И для меня жесткость нормальная, чтобы была для моей спины. Ну, вы уже знаете все, наверное, что у меня больная спина. Почему я не собираю диван? Почему он у меня разобранный стоит? Ну, во-первых, я живу одна. Если ко мне придут гости, естественно, я диван соберу. А так как я одна, я в течение дня периодически ложусь, вытягиваюсь для того, чтобы спина отдохнула. Я чуть-чуть полежу, потом встаю, что-то делаю дальше. В общем, несколько раз на день мне приходится раскладываться на диване для того, чтобы моя спина отдохнула. Вот, поэтому он у меня стоит разобранный. В общем, у меня, можно сказать, постельный режим, через который я периодически что-то делаю. Вот так. И я вам хочу сейчас просто подробно показать этот свой диван и рассказать, что к чему там, да, почему именно именно эта модель дивана, почему именно диван там, а не кровать, почему именно тот стоит и так далее. Ну, пойдемте посмотрим. Вот так диван у меня выглядит без всяких покрывал. То есть у него обычная простая обивка, но на нем обычно лежит покрывало. И что в этом диване хорошего я, в общем-то, взяла? Ну, во-первых, покрытие довольно-таки жесткое, нормальное, для того, чтобы спать, то, что мне нужно. Ширина дивана 120, а длина дивана идет 198, это от спинки до спинки. Вот эти узкие спинки, они по 5 сантиметров идут вот в ширину, 5 сантиметров. В общем, спальное место здесь идет 187, а полностью длина 198, даже чуть-чуть меньше 2 метров. У меня вот эта вот стена 3,40, и у меня как раз стоял там диван 140 сантиметров, который раскладывался вперед. Кстати, кто-то предложил мне вообще, типа, оставить тот диван, ну, представляете, как бы он стоял, а этот убрать. Но что еще мне здесь нужно? Вот на эту спинку я становлюсь для того, чтобы подняться. И вот вверху у меня антресоль, вы уже видели, чтобы там что-то достать и что-то взять из вещей на той антресоле. Для того, чтобы не покупать стремянку, потому что для нее тоже определенное место нужно, вот я на спинку становлюсь и достаю. Диван все время у меня застеленный покрывалом, когда он собранный. Кстати, сейчас соберу, покажу. Ну вот я собрала диван, довольно-таки компактное. Во-первых, пространство появляется больше, да. Этот диван еще не до конца к стенке придвинулась, чтобы сильно сейчас не шуметь мебелью. Застелила светлое покрывало, любое покрывало, какое мне нужно. Это светлое покрывало, оно подходит приблизительно по тональности к интерьеру, да. И вот эти спинки я решила как обыграть. Я куплю ткань, это я сейчас пока вот у меня такой ткани есть, наволочки, я прикрыла. Я куплю ткань и пошью такие вот чехлы, которые будут одеваться на вот эти спинки. То есть у меня будет застелен диван покрывалом, а спинки будут у меня зачехлены таким же цветом. И все будет прекрасно видно. Ну и то, что у меня в диван можно еще много чего положить, тоже хорошо это в пространстве. Почему я не хочу сюда ставить кровать? Потому что вот если ко мне придут в гости, да, то есть у меня комната таким вот образом, когда я собираю диван, она у меня превращается как бы в гостинку, да, в гостинку, ну как в гостевую комнату. То есть люди пришли, все, они могут сесть за уголок, они могут сесть на диване посидеть, телевизор посмотреть. И все. Если здесь будет стоять кровать, ну лично у меня будет такое ощущение, что люди пришли в гости в мою спальню. Понимаете, кровать это уже как спальня. А у меня здесь, как бы сказать, все это меняется пространство, да, спальня превращается в зал. Вот таким вот образом я решила, ну, обыграть вот такой вот, видите, и этот угол смотрится хорошо. Вот, ну чехлы, конечно, я, это просто я накинула сейчас наволочку сюда. Чехлы я пошью так, чтобы они вот тут закрывались, чтобы вообще нигде не было видно расцветку этого дивана. И это легко, просто и дешево. Я так считаю, и так я сделаю. Кто-то спрашивает, почему бы мне не поменять местами, не поставить уголок вот сюда, в левую сторону, а диван в правую. Ну, во-первых, у меня там сплит система и под сплитом. Я спать не хочу. Еще я люблю просыпаться лицом к окну и видеть окно. Мне такое расположение головой на восток, мне удобно спать. В общем, ну вот в этом месте я люблю спать, и мне здесь удобно. Я не хочу перемещать диван туда. В том месте мне будет спать неудобно, некомфортно. Кто-то может предложить мне, например, сменить обивку на диване. Ну, а какой смысл мне менять обивку полностью на диване, если он мне всегда накрыт? Он всегда накрыт каким-то покрывалом, чем-то он накрыт. То есть обивку дивана никто не видит, кроме спинок. Поэтому я решила, почему бы и нет, взять и сделать чехлы на вот эти спинки в цвет покрывала. И все как раз светлый цвет, у меня такой легкий беж. Вот в этот тон я найду материал, из которого пошить вот эти можно чехлы. При том, что чехлы можно снять, постирать и обратно одеть. Не вопрос. Вот. Ну, я надеюсь, ответила я на ваш вопрос, которых беспокоит очень многих по поводу дивана. Смените диван. Диван менять в мои планы не входит, потому что сам диван, он новый. Ну, довольно-таки новый и сравнительно в хорошем состоянии. У меня он устраивает. И вот то, что касается внешнего вида, тут уже просто легкие штрихи декорации сделать и все. Я просто не вижу смысла менять обивку на диване. При том, что чехлы закроют еще вот этот вот планку, вот эту деревянную. Она мне, например, не нравится. Но опять-таки, она же цвет немножко желтоватый. А тут уже будет полностью закрыто и все. Но найти новый диван длиной до двух метров, а я искала диван именно длиной до двух метров. И не тот, который раскладывается вот так вперед, а такой вот как вот этот вот, как книжечка, да, раскладывается. Только вот с такими узенькими спиночками, где вот спиночки по 5 сантиметров, только такой диван может становиться. А такие диваны, они, как правило, они идут все вот в такой модели. У меня до этого стоял диван в такой модели. Он простоял, правда, лет 30, и я его вот уже заменила не так давно на аналогичный. Там только обивка может быть другая, хотя она похожая идет. И у меня, кстати, с такой же обивкой был тот диван, который я продала. Ну и по поводу, почему у меня диван, а не кровать, например, да, я вам объяснила, что диван легко складывается. И если пришли гости, то у вас уже просто, как сказать, гостевая комната получается. А так как у меня гости редкие, он мне все время разложен, и я на него ложусь и свою больную спину, как говорится, выкладываю, чтобы она отдохнула. Вот, ну я живу одна, и меня, в принципе, устраивает вот то, как у меня все это сейчас находится, как это расположено. Вот, по-моему, я на вопрос по поводу дивана дала полный исчерпывающий ответ. Я думаю, не должно быть больше вопросов по поводу дивана. Ну, если какие-то опять вопросы есть, пишите, буду отвечать. И еще многие дают мне совет вместо скатерти на стол постелить жидкое стекло, такую прозрачную пленку. Я посмотрела в интернете, девочки, да, действительно пленка мне эта понравилась. И, в общем-то, я планирую ее действительно приобрести и постелить на стол. Ну, пока я ее найду, потому что, в основном, я смотрю, она продается в интернет-магазинах. Там, где мне пишут светофор, я посмотрела, по крайней мере, через интернет, ассортимент, каталог светофора. Там ее в каталоге нету. Будет она в наличии или нет, возможно, придется мне ее просто заказать, и мне ее там перевезут, доставят или как. Вот, ну, опять-таки, на это уйдет время, пока я найду эту пленку. Сейчас у меня пока что стол защищает моя скатерть белая, которая лежит. Но я планирую действительно вот эту прозрачную жидкое стекло пленку постелить на стол. Да, это хорошее решение, я согласна с этим. Ну, так как сейчас у нас праздники, я не знаю, магазины, наверное, многие закрыты, так что я так думаю. Ну, и пока что я сейчас еще не очень хорошо себя чувствую, и поэтому я думаю, что, наверное, скорее всего, я дождусь, пока праздники закончат, и потом займусь этим вопросом. В общем-то, в мои планы входит сделать чехлы на спинке дивана, прозрачную пленку на стол постелить, и еще я хочу поменять лампу, которая у меня дает освещение при съемках. Лампа у меня сейчас такая большая, я хочу найти круглую лампочку, которая будет компактной, и которую можно будет в шкафчик упрятать. Сейчас пока журнальный столик у меня стоит в комнате, но мы с сыном договорились, что журнальный столик он заберет. Ну, ему нужно просто освободить там место для этого столика, и он его заберет. Короче говоря, я ему отдам. В общем, я себе освобожу пространство. Некоторые штрихи такие вот в декорации я внесу, но это уже по мелочи, как говорится, это уже такие мелкие штрихи. И, в общем, у меня прекрасно будет выглядеть комната, и я буду просто получать удовольствие. Вот. Ну, а гостей часто я звать не буду, потому что я уже вам говорила, девочки, я человек-одиночка. Я не люблю частых гостей. Ну, иногда можно там, допустим, собраться, как-то посидеть, не знаю, чай купить. Так-то мы общаемся, все заняты, все бегают. Но, по крайней мере, я сама с удовольствием в том углу посижу и что-то там поделать, покушать и так далее, поснимать, может быть. Ну, сейчас я просто села сюда, потому что я тут уже привыкла пить кофе, поэтому сижу ближе к чайнику, ко всему и тому прочему. И здесь как-то вот уютненько в этом углу. А тем более среди ночи находиться, там еще темно, шторы зашторенные, и поэтому я здесь. Думала я сегодня пойти прогуляться по улице. Я пока ехала вчера на такси домой. Я видела там уже у нас прям вот эти вот газоны высадили. Это вот у нас благоустройство города, высадили тюльпаны, таких разных цветов красивых. Вообще очень красиво. И у нас сейчас вот эти майские дни, ну, по крайней мере, майские праздники все. Я смотрю, у нас ожидается очень сильное тепло, больше 20 градусов тепла дню. То есть сейчас уже все пораздеваются. А я вот, видите, болею тут. Сильно раздеваться тоже как бы не очень. Ну, посмотрим. Ну, в любом случае, все остальное вы уже будете смотреть, наблюдать в следующем видео. Ну, я хочу вас сейчас еще раз поздравить с праздниками. Еще раз пожелать вам всего хорошего, здоровья, настроения, хорошего исполнения желаний. Самое главное, по-моему, настроение и здоровье. Мне кажется, остальное все уже банально желать. Вот. И на этом хочу я видео свое закончить. И кому видео понравилось, естественно, ставьте лайк, пишите комментарии, девочки. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok